Круглый стол с участием представителей заинтересованных служб прошел в духовно-образовательном центре в рамках программы взаимодействия и плана праздничных мероприятий, посвященных 430-летию со дня рождения Святой Праведной Софии Слуцкой. Тема, ради которой собрались участники Круглого стола, весьма актуальна, особенно для молодого растущего города. Школьники и родители внимательно слушали доклады участников Круглого стола, знакомились с позицией Православной Церкви по целому ряду проблем, среди которых наркомания, алкоголизм, аборты, преступность. Дело в том, что в этом году подписан план взаимодействия между отделом образования и Солигорским благочинием по взаимодействию между Белорусской Православной Церковью и учреждениями светскими образованиями. И в рамках вот этого плана взаимодействия мы сегодня проводим эту встречу для того, чтобы помочь в дальнейшем заучим по воспитательной работе руководителям учреждений образования и священнослужителям, которые закреплены, если можно так сказать, за этими учреждениями образования, помочь в дальнейшем планировании работы на следующий учебный год. Врачи и представители учреждений образования и инспекции по делам несовершеннолетних и воскресной школы священники Слуцкой епархии присутствовали на встрече. Настоятель Покровского прихода деревни Чижевич и отец Николай зачитал приветственное слово епископа Слуцкого и Солигорского Антония к участникам круглого стола, которые, в свою очередь, выразили надежду на дальнейшие встречи и еще более плодотворное сотрудничество. Всегда для меня встреча с молодыми людьми, с молодежью, она интересна. Интересна взаимопониманием, взаимообменом, обменом какой-то информации. Сегодня мы все прекрасно знаем, что государство и церковь идут плечо к плечу рядом. И цели, и задачи у государства и у церкви одни. У нас должно быть здоровое общество, здоровая молодежь, здоровая нация. Физическое, духовное и этическое здоровье — это все единое целое. Тем более, что здесь будут присутствовать старшеклассники, которые... Я просто знаю программу этой встречи, это будет очень интересно. И я думаю, что это откликнется в душе буквально у каждого здесь присутствующего. Я надеюсь, что молодые люди, которые сегодня здесь будут участвовать в этой встрече, они не останутся равнодушными. Если раньше не все школы занимались духовно-нравственным развитием ребенка, то сейчас, уверяют организаторы встречи, каждое учреждение образования будет вести работу в данном направлении. Для этого за каждым священником солигорского благочения закреплена школа. Такое тесное взаимодействие принесет положительный результат и поможет решить проблемы молодежи, их воспитания, а также семей, находящихся в социально опасном положении.